Всем привет, с вами снова я, Мастерчу, и давайте постараемся сделать обзор всех новостей ближайших, которые появились на Близконе сегодня. Постараемся пройтись по всем и также ответить на максимально часто задаваемые вопросы по каждому. Перед просмотром видосика обязательно поставьте лайк, я вам расскажу, как абсолютно бесплатно получить крутейшую игрушку. Заходите на сайт Близзардов, заходите, скачиваете приложение Близзард, и там появляется вот такая вот игрушка Destiny 2. В подарках у вас вот здесь, вероятнее всего, в менюшке высветится то, что вы сможете забрать подарок, и абсолютно бесплатно до 18 ноября у вас будет возможность скачать игру Destiny 2. Всем, кто хотите, абсолютно все скачайте и обязательно попробуйте. Это достаточно хороший шутер, у него есть свои минусы, у него есть минус в том, что на эндгейме достаточно скучновато встает, но игрушка потрязная, она очень круто портирована на компьютеры и лагов нету, при том, что графика просто шедевральная. Дальше, что стало известно по поводу WoW Classic, и вы задаете вопрос, когда он выйдет, как в него сейчас в демку побегать, как скачать. Соответственно, если вы покупаете Близзконовский билетик, если у вас есть электронный билет на Близзкон, у вас появится внизу вот тут вот такая вот штуковина, WoW Classic. Когда вы можете выбирать между Battle for Azeroth и WoW Classic, соответственно, вы сможете играть один час, после чего вам нужно будет сделать перерыв полчаса. То есть у вас будет висеть дебаф в правом верхнем углу, после того, как вы создадите персонажа и зайдете в игру, и вы после того, как час отыграете, у вас будет дебаф на полчаса, вы не сможете просто зайти в игру. После того, как полчаса заходит, вы сможете снова ломиться в эту игру и продолжать свое развитие персонажа. Эмоции получились крутые, сможете посмотреть повторчик стрима в описании, оставлю ссылку, ну, либо просто можете на канале посмотреть в моих последних видосах, там должен быть стримчанский, который я проводил ночью. Прикольно все, достаточно забавно, есть ощущение, что немного повышенный реген, то есть регенерация ХП вне боя, но, а так, та классика, которая была, собственно, так все и осталось. Дальше, как только вы покупаете билет на BlizzCon, если хотите пробовать эту демоверсию, здесь появляется возможность взять WoW Classic и, соответственно, играть. Игрушка, да, еще раз повторюсь, классика классикой, не стал бы я, если захотел бы чисто поиграть в демку, если честно, платить полторы тысячи, но сделать для вас кучу всяких разных обзоров, ну, это все-таки прям крутая вещь. Дальше, Diablo. Обсуждал уже в двух видосах, обсужу кратко, Diablo Immortal зарелизили, продолжения Diablo 3 нету никакого. Вероятнее всего, они сейчас сделают ремастер Diablo 2, где-то через годик, ну, и годика через 2, Diablo 4 или какой-нибудь World of Diablo. Больше комментировать здесь смысла не вижу, и так уже два видео посвящено Diablo Immortal. Я думаю, что очень сильно как-то на этой теме выезжать я не особо хочу. В StarCraft ничего особо нового не появилось, там появился новый командир совместных миссий из AeroTool, но, блин, очень сильно на любителя, серьезно, очень сильно на любителя. Дальше. По WoW забыл упомянуть то, что там появился новый благотворительный питомец. То есть, где же он сейчас? Так, игры, World of Warcraft. Он уже должен был быть добавлен, но, честно, не знаю. Да, вот он добавлен, появился колотун, новый питомец, можете купить. Переходят все деньги, которые вы затрачиваете, благодарительной организации, девочкам и женщинам, которые участвуют в разработке различных игр и проектов. Дальше. По Hearthstone был зарелизен новый патч, Растахановые игрища, достаточно интересная тоже система. Все будет обрабатываться, там новая механика появится, игры классами, то есть, там, возможность два раза бить оружием. В зависимости, когда вы бьете оружием, там, мобы снова начинают ваши карты, выставленные на стол, тоже проспамливать новые существа. Ну, короче, скорее всего, больше по тому, что мы показали именно на Блесконе, появится больше агрессивных колот, чуть меньше будет колот именно с контролем. Но, опять же, обидка, обидка, вот тут реально от меня обидка, то, что опять комплекты карт, никакой не контент с прохождением, там, именно просто комплекты карт. Ну, и дадут в подарок нового героя рубашку для карт. Дальше. Heroes of the Storm. Несильный большой любитель я, но, тем не менее, появилась наследница Вороньего двора. Это персонаж, которого ранее не было ни в одной из игр вселенных Близзард. Это просто придуманный персонаж, но, на самом деле, достаточно симпатичненький персонажик получился на любителя, но, тем не менее, с какой-то своей историей. Можете посмотреть на официальном канале. В принципе, интересная такая няшенька, грубо говоря. Ну, симпатичный персонаж, я не знаю, какой будет геймплей. В Heroes of the Storm я не сильно много играю, но, тем не менее, девочка с гробом на спине, которым она может кидаться, ну, выглядит все это дело забавно. По Overwatch'у скажу сразу же, что выпустили дополнительного персонажа. Вот он. Точно так же можете прокликать. У вас выйдет инфа. Это история героя Эш. Вот эта вот девушка. Но этот ролик, на самом деле, мы не видели на самом Близзконе. Его уже выложили на канал чуть позже. На Близзконе был немножечко другой ролик. И в Overwatch.ru, если вы залезете, то вы сможете увидеть гораздо более красивый ролик. Вот он, его рекомендую посмотреть. Интересно сделан. Такой небольшой сторилайн, повествование. Нет, это именно боевка. Вот, короткометражка «Встреча старых друзей». Вот эту короткометражку прям советую посмотреть. Крутая тема. Но, блин, для Overwatch'а добавили всего одного персонажа. Как по мне, такое себе. Надо уже какой-то патчик делать. Прям глобальный патч для Overwatch'а. Мне кажется, что людям больше не просто вот так вот введение по одному персонажу заходит. А вот эти вот самые названия. Классик, Reaper of Soul. Вот эти вот дополнения, дополнения, дополнения. Людям они нравятся. И я думаю, что Overwatch давно уже должен был сделать какое-то тоже свое дополнение. Типа Overwatch, Power of Strange. Или еще какую-нибудь херню придумать. Но я думаю, что это с точки зрения какого-нибудь маркетинга у них бы лучше зашло. По Старкрафту первому, конечно же, никаких нету новостей. Но вот одно из нововведений. Очень крутое. И, по крайней мере, я возлагаю на него большие надежды. Я объясню, почему. Warcraft 3 Reforged. Это ремастер Warcraft'а третьего. Который был первый. Reign of Chaos, по-моему, он назывался. Можно сейчас оформить пресс-заказ. Колотун в шоке сидит от цены. Потому что вы сейчас увидите стандартное издание 1300 рублей. Spoils of War Edition. Это вы получите бронетанк некий в World of Warcraft'е Маунта. И карту в Херстоуне. Ну и Spoils of War Edition плюс виртуальный билет. Это типа сейчас вы можете купить эту игру. Но скидка на виртуальный билет будет 500 рублей. Такое себе на самом деле. Если вы не успели виртуальный билет купить. И прям что-то горите и игрой. И в принципе можете купить за 3,5. Но есть один большой минус. Потому что непонятно, когда оно выйдет. Когда Близзы пишут вот так. Что предзаказ выйдет 31 декабря или раньше. Чаще всего у игр Blizzard, когда они пишут такие сроки. Есть жесткий дедлайн. Этот именно вот жесткий дедлайн. Они никогда не переступают. И вероятно зимой 2019 года эта игра увидит свет. Но есть один очень большой минус. Объясню какой. Чаще всего у них именно в эту дату игры и выходят. И очень сильно не хотелось бы прождать эту игрушку. Заплатив 1,5-2 тысячи до следующего нового года. Тем не менее, игра может быть интересной. Если они в нее добавят так же как в обычный варик. Возможность создания карт. Я бы очень сильно хотел побегать в ремастеры легендарных ранее карт. Которые назывались там экстримка. Была такая защита башен дополнительная. Вот все вот эти аналоги дот с возможностью там крафтить 150 различных сапогов. Не сапогов. То есть это была не дота. Это были... Этих модификаций были сотни. И мы залипали в компьютерных клубах часами. Если они дадут возможность как-то создавать так же точно эти карты. Я думаю, что новые моба какие-нибудь режимы появятся. Еще более крутые, чем дотан. Еще более сбалансированные. Хотя, смотрите, самой популярной стала дота. И, наверное, популярной уже ничего не станет. Но посмотрим. Но я, тем не менее, возлагаю на эту игрушку очень большие надежды. Я думаю, что она реально может стать, во-первых, киберспортивной. Ну, как таковая Warcraft 3 была достаточно киберспортивной игрой. Когда строительство начиналось, да, именно через стройки хреначились. Ну, аналог Старкрафта. И я думаю, что она может реально стать достаточно киберспортивной. И выстрелить прямо очень на хорошем уровне. Ну, и из новостей, наверное, все. Не буду вас задерживать. Обязательно ставьте лайки, когда проснетесь. Посмотрите это информативное видео. Ну, и посмотрите на канале два моих предыдущих видоса. На одном Чу порадовался. На одном честная и искренняя радость. А на втором честный и искренний бомбеж. Сразу же увидите разницу в Чу, в настроении этого самого замечательного Чу. И поймете, как оно все работает. Смотрите, вот. Видите, это просто видос, который за буквально полчаса набрал 2000 просмотров. И 257 дизлайков на 83 количество лайков. Очень глупые людишки часто бывают. Но не заморачивайтесь. Меня все устраивает, мне все нравится. Все, с вами был я, Мастер Чу. Ну, как говорится, война возвращается. Завтра будет еще больше новостей. Тем не менее, стримчика завтра не будет. Потому что я весь день буду монтировать для вас ролик, о котором я давно вам уже говорю. Это лайвовые ролики из Питера. И я еще раз напоминаю, что каждый из вас должен будет его посмотреть. Обязательно также прокомментировать. Все, всем до встречи. Ночной выпуск подошел к концу. Завтра будет BlizzCon. Завтра новостей будет гораздо больше. Новости завтра будут по Варкрафту. И новости будут, скорее всего, еще по очень многим моментам. Давайте посмотрим сразу же расписание на завтра. О чем мы завтра сможем узнать. 3 ноября. Вероятнее всего, мы сможем узнать много чего по Hearthstone. По World of Warcraft. По Heroes of the Storm. Ну и, вероятно, по обновленной версии Варкрафта. Вот это будет очень интересно. Вероятнее всего, Варкрафт планы на будущее в 2 ночи по МСК сегодня будет. Я его посмотрю, проанализирую. Но ролик выпущу уже завтра. И есть такая очень интересная фишка, что, скорее всего, здесь будет анонс патча 8.2. Либо какие-то предпосылки к этому патчу. Не будет анонса следующего дополнения. Оно будет, видимо, уже на следующем BlizzCon. Либо на каком-нибудь Gamescom в следующем году. Ну и тут уже конкурсы, конкурсы, конкурсы прошли. Мне очень интересно посмотреть, как пройдет чемпионат мира по Hearthstone. Потому что из всех вот этих вот дисциплин Overwatch мне не сильно близко. Как киберспорт, WoW тоже такое с Heroes of the Storm, StarCraft. А вот ХС я погляжу обязательно все решающие встречи и финальные. Ну и, получается, 4 ноября, в воскресенье, мы с вами получим еще больше информации по Overwatch, WoW. Ну и Diablo Immortal. Они раскрылись. Здесь раньше было просто Diablo информация по игре. А сейчас Diablo Immortal рассказ о мире игры. Вот это я обязательно буду смотреть прямо, прямо 100%. Все, с вами был я еще раз, Мастер Чу. Подписываемся, ставим лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok